Ирина Ромалийская Например, палата, которые бы могли стать камнем преткновения. А спикеры, выступающие с трибуны, просят людей не поддаваться на провокации, не вступать ни в какие конфликты, например, с тем же Беркутом. Хотя замечу, что милиция достаточно сузила территорию, где могут находиться митингующие. Если раньше щитами была внесена только елка, то теперь и место для будущего катка. Но людям это, в общем-то, не мешает. Главное отличие этого Майдана в том, что он проходит без партийной символики, без партийных лозунгов, без разговоров о будущих президентских выборах. И именно поэтому люди многие не хотят переходить отсюда на Европейскую площадь. Я не вышла сюда из каких-то таких политических мотивов. Лишь через то, что я хочу в Евросоюз, и я Украину поддерживаю, а не батьковщину ударчей и свободой. Здесь в основном находятся студенты. Они веселятся, танцуют, поют. Они отлично танцевали рок-н-ролл. Все достаточно проходит мирно и очень радушно. Среди прочих мы встретили здесь и певицу Руслану, которая уже второй день голодает. И она уверяет нас, что пить лишь чай она будет вплоть до 30-го числа. Таким образом она высказывает свой протест. Это протест, но эмоциональный протест. Просто я не знаю, как пригортать еще увагу. Я просто так вырешила, что, возможно, это пригорнет людей увагу. И они понимают, что тут никто не жартует. На Майдане, приеме, точно никто не жартует. Люди на Майдан продолжают подтягиваться. Многие намерены остаться и на ночь. Но и мы остаемся здесь дежурить. О всех подробностях расскажем вам уже в 22 часа. Спасибо. Это была Ирина Ромалийская из центра Киева. Где требуют евроинтеграции.